Не могу сказать, чтобы прошедшая неделя была особенно бурной на события, но, безусловно, было некоторое количество событий, связанных и с выборами, и вообще с внутриполитической обстановкой в республике. Начнем, пожалуй, с национальных вопросов, с вопросов БОО «Башкорт» и с того, что с ними произошло на прошедшей неделе. Напомню, что все последние недели вокруг организации «Башкорт», крупнейшей национальной организации в республике Башкортостан, сгущались тучи. Все началось с этого злопамятного пятого всемирного курултая «Башкир», откуда насильственным и скандальным образом были удалены делегаты, которые были от Башкорта и делегированы определенными районами. После этого началась эскалация истерии вокруг этой организации. Хабиров делал всевозможные заявления и весьма спорные заявления, на самом деле, о шовинистском, сепаратистском и националистическом окрасе этой организации. Всевозможные упреки в адрес этой компании сыпались со всех сторон. И вот на прошедшей неделе БОО «Башкорт», организация башкирских патриотов, националистов, я не знаю, трудно сказать, как это на самом деле выглядит, дали такую обширную пресс-конференцию, на которой было некоторое количество журналистов. Я лично сам ходить туда не ходил, но есть подробная видеозапись этого мероприятия, и выводы делать можно. Если вкратце, то, как и многократно в прошлом, организация «Башкорт» продемонстрировала свою аморфность, аморфность, неспособность к четкому следованию курса и, видимо, к отсутствию сформулированных тезисов в своей борьбе и работе. В общем и целом, ребята сообщили, что они страстно желают сотрудничать с властью, но, однако, власть теперь им не позволяет этого делать и всячески их обижает. Они много раз объясняли, что они готовы на сотрудничество и так далее. То есть это, безусловно, выглядело как непрозрачные намеки на то, что давайте о чем-то договариваться. Несмотря на это, сам костяк этой организации и тезисы, которые она исповедует, в общем-то, наверное, не позволяют слиться воедино с нынешней концепцией Белого дома. В общем, конечно, налицо очень серьезное противоречие, и здесь либо будут уступки со стороны «Башкорт», либо это давление и противодействие продолжится. Общественные организации, построенные на хоть сколько-нибудь едином представлении о тех целях и задачах, которые они преследуют, устроены так, что как только их руководители начинают юлить, подстраиваться, либо искать компромиссы с теми силами, с которыми еще вчера они боролись, внутри организации начинаются процессы разложения. То есть рядовые члены очень чутко это все чувствуют, и можно предполагать о том, что если и дальше руководство Башкорта пойдет вот этим лоялистским путем, то, скорее всего, организация в ближайшее время прекратит свое существование, что, собственно, и было главной целью внутриполитического блока Белого дома Республики Башкортостан не только нейтрализация, а, в общем-то, наверное, как максимум задача это полное устранение разрушения Башкорта, что, на мой взгляд, в сложившейся сейчас ситуации абсолютно неизбежно. Продолжая национальную и внутриполитическую тематику прошедшей недели, не могу пройти мимо достаточно громких перестановок в Белом доме в Уфе. И речь идет, конечно же, о неимоверном карьерном взлете Урала Кельсинбаева и Азата Бодранова. Оба они поднялись на ступеньку выше в своем должностном положении. Кельсинбаев стал заместителем руководителя администрации Хабирова по внутриполитическим вопросам, а Азат Бодранов перепрыгнул в еще теплое кресло Кельсинбаева, став руководителем управления внутренней политики и взаимодействия с общественными организациями администрации главы региона. Раздалось очень много истеричных криков, воплей, заламываний рук и прочее на тему того, что происходит, как это можно было допустить, предатели Манкурты и так далее. Но вообще я бы на самом деле смотрел на это с другой стороны. Во-первых, очевидно, что господин Хабиров набрал в свою команду и вот в этот блок людей, естественно, по собственному вкусу и усмотрению. Они, безусловно, устраивали Хабирова и, судя по пятому всемирному Курултаю Башкир, блестяще выполнили то задание, которое было им дано. Я имею в виду нейтрализацию любых альтернативных мнений и высказываний в процессе этого мероприятия. По форме это, конечно, не удалось, прямо скажем, но по содержанию все им, значит, удалось. Бодранов и Кельсинбаев в парадигме Хабирова, конечно, заслужили это повышение. И это действие абсолютно логично. Тут нечего стенать, кричать и причитать. С другой стороны, надо бы к этому отнестись философски. Дело в том, что сами вот эти позиции в администрации главы региона, это, конечно, самые токсичные, самые грязные должности. На этих должностях могут находиться люди только с весьма сомнительными качествами в плане принципов каких-то, значит, представлений о национальном устройстве Республики Башкортостан. И учитывая, в общем-то, федеральный тренд на полное размывание самостоятельности наций и каких-то национальных движений в регионах, мы понимаем, что эти люди как раз и исполняют тот самый заказ Кремля, о котором так много говорят башкирские патриоты, националисты и прочие апологеты какой-то национальной идеи на нашей территории. Я сочувствую и Бодранову, и Кельсинбайову чисто по-человечески, потому что должности их, скажем так, ну, наверное, не принесут им там каких-то плюсов в карму, но зато чудесные внедорожники, просторные квартиры и хорошее образование для их детей, наверное, обеспечены для них, в принципе, ну, на всю жизнь вперед. Всю прошедшую неделю общественность и политический истеблишмент Республики Башкортостан обсуждал просроченные штрафы Корене Хабирова и Аветисян. Подали эту информацию первично наши братья-соседи из Татарстана издание «Реальное время». Дальше эта информация очень быстро распространилась внутри башкирского медиапространства. Были разные оценки этой ситуации, дескать, ужас-ужас, позор-позор и так далее. Вот эти люди нам запрещают ковыряться в носу и прочее-прочее. Я бы отнесся к этому, опять же, философски. Ну, набрать 16,5 тысяч штрафов в Москве – дело нехитрое, особенно когда у тебя хорошая машина, ты торопишься и, в общем-то, плевать на деньги. С другой стороны, конечно, это такой серьезный, большой, хрестоматийный провал пиарщиков Хабирова. Дело в том, что, выводя на публичное пространство, выводя на всеобщее обозрение своих подопечных, пиарщики обязаны позабеспокоиться о вот этих вот маленьких, как говорится, нюансах, которые есть. То есть это долги за штрафы, там нужно вовремя платить за квартиру, за свет, за газ. И, в общем-то, это 100% вина тех, кто присматривает за имиджем сиятельной пары, которая, значит, взошла на небосклоне республики Башкортостан и подается, как минимум, как безупречная чета людей, которые чтут закон, исполняют все правила и еще получают всех остальных, как им нужно жить. Нехорошо получилось. Большая черная отметка людям, которые опекают господина Хабирова и его супругу с точки зрения имиджа и восприятия общественностью. Я не удивлюсь, что в дальнейшем могут выясниться еще какие-то более серьезные проблемы с дисциплиной и моральным, экономическим, финансовым обликом господина Хабирова и его супруги. Ну, например, выяснится, что много-много лет не платится за газ в каком-нибудь из имений господина Хабирова. Надо бы сейчас бегом побежать и проверить, оплачены ли счета за последние 17 лет в одном из домиков Хабирова. Ну и так далее, и так далее. То есть вообще я бы на месте Мурзагулова перестал заниматься всякой ерундой, а побежал по всем вот этим вот точкам, проверяя. Потому что я думаю, что внимание к Хабирову и его супруге будет только усиливаться, и вот эти факты начнут появляться как грибы после дождя. Завершая блок, посвященный башкирской власти в сегодняшней передаче, не могу не упомянуть о появляющихся уже во множестве опросах, которые идут в разных средствах массовой информации, на различных порталах, интернет-изданиях и так далее. Ну, опросы, естественно, все посвящены, за кого будете голосовать, будете ли голосовать за Хабирова и так далее, и так далее. Мое внимание привлек опрос ресурса ufa1.ru. Они достаточно остроумно и, в общем-то, рационально сформулировали вопросы. А вообще в любых опросах сама формулировка очень важна. Так вот, ufa1.ru выяснило, что среди проголосовавших на их портале 48% категорически против того, чтобы Хабиров был главой республики, 8% вообще не знают, кто такой Хабиров, и 24% считают Хабирова гением. Ну, надо, конечно, с определенной долей иронии и недоверия относиться к каждому конкретному опросу. Важнее, наверное, обобщать большое количество этих опросов, тогда достоверность реакции опрашиваемых, наверное, будет все больше и больше. Но, тем не менее, все эти опросы, практически все, говорят о том, что первоначальный тезис о том, что Хабиров обладает каким-то заоблачным рейтингом, которым он подпирает небеса, как говорил незабвенный Ростислав Мурзагулов в одной из передач «Ахо Москвы», это, конечно, не так. Более того, конечно, настораживает то, что действительно почти каждый десятый из опрошенных вообще не знает, кто такой Хабиров. Я лично тоже сталкивался с ситуацией, когда люди затрудняются назвать фамилию нового руководителя региона, путают там Хабиров, Хамитов, Рахимов запросто. И это, конечно, тоже такая большая черная тревожная оценка тем, кто продвигает бренд Хабирова на ближайших выборах и на ближайший период, когда он должен будет здесь демонстрировать нам успехи и обретать народную любовь. Судя по всему, вопрос сырья для содового производства в Стерлитамаке не удержался в рамках тех временных ограничений, которые были наложены на обсуждение этого вопроса. Я говорю о том, что как будто бы существовала договоренность между Белым домом в Уфе, Белым домом в Москве и Башкирской содовой компанией о том, что этот вопрос не будет обсуждаться, подниматься на поверхность, включаться в повестку до выборов 8 сентября. Однако на прошедшей неделе в новой газете, крупном федеральном издании, очень серьезном, очень читаемом и воспринимаемым населением всей страны, выходит крупный большой материал на тему вот гор, шихан и так далее, и так далее. Материал очень резкий в том плане, что называется он, что лучший гор может быть только сода, и там очень критично прошлись по интересам башкирской содовой компании. Содовая компания преподнесена как страшная организация, пожирающая уникальную, значит, природную драгоценность республики Башкортостан, вот эти шиханы, перерабатывая их в углекислый газ и потом в миллиарды долларов, и так далее, и так далее. В общем, это совершенно характерный материал, который, очевидно, исходит со стороны тех сил сторонников и людей, которые говорят о том, что гору Куштау отдавать содовому комбинату нельзя. Существует много концепций и точек зрения относительно необходимости, возможности, рациональности передачи вот этих сырьевых гор в распоряжение башкирской содовой компании. Одна из этих версий, одно из этих отношений – это то, что вообще нельзя отдавать ни один из оставшихся трех шиханов в разработку башкирской содовой компании. Это весьма радикальная точка зрения, она находится на самом краю спектра этих точек зрения, с противоположной стороны находится точка зрения, что нужно отдать горы и не париться, и не беспокоиться. И, судя по этому материалу, я все-таки прихожу к выводу, что четвертая содовая война началась. Думаю, что в ближайшее время, я не знаю, до выборов или сразу же после выборов, начнется обсуждение вот этой проблемы, начнутся столкновения точек зрения, обсуждения этого всего и так далее. Показательно, что все-таки кто-то, пока этот кто-то вынес на поверхность, превентивно опубликовав вот эту новость, прямо скажем, что этот кто-то нарушил вот эти все ранее указанные договоренности. Ну, будем наблюдать ситуацию. Я думаю, что в скором времени мы увидим ответ башкирской содовой компании на эти тезисы, и дальше посмотрим, как будут развиваться события. Примечательно, что в статье прозвучал такой тезис, что, дескать, башкирские власти намеренно замалчивают свою роль и свое участие в этой истории. Я имею в виду уже нынешние башкирские власти. И речь идет о том, что почти тайно, по мнению автора статьи, вот эта гора Куштау была обещана и отдана башкирской содовой компании. И, дескать, это никак нигде не обсуждается и не оценивается. Это действительно так. Есть определенный запрет, определенное табу на вообще обсуждение этого вопроса сейчас в Белом доме. И Белый дом достаточно дисциплинированно исполнял свои обязательства на эту тему. Ну, вот, как бы обет молчания был прерван. Будем наблюдать, что будет происходить дальше. Сегодня мы поприсутствовали на очередном заседании суда по делу Гурева. Рассматривался вопрос продления меры пресечения. Следствие попросило продлить домашний арест Гуреву еще на два месяца. Защита попросила Гуреву предоставить возможность прогулок в процессе домашнего ареста. В итоге судья принял решение о продлении домашнего ареста для господина Гурева еще на два месяца до 20 сентября этого года. Судья разрешили Гуреву один час в день гулять с санкцией местной надзорной службы, имеется в виду судебные приставы. Там определяют ему время этих прогулок и так далее. Я сделал вывод из этого судебного заседания, что следствие намерено завершить расследование дела до 20 сентября, потому что судья уже строго сказала следователю перестать тянуть резину. Также я обратил внимание на то, что следствие ничего нового не предъявило сейчас во время этого разбирательства судебного. В том смысле, что мотивы для продления санкций в отношении Гурева были абсолютно такими же, как и в прошлый раз два месяца назад. Также, конечно, обратил внимание на то, что сторона обвинения представителя прокуратуры даже не остался на оглашение решения суда. Да, судя по всему, решение уже было известно заранее, но, по крайней мере, было предсказуемым. В общем, будем следить дальше внимательно за ходом дела Евгения Гурева, будем его освещать и комментировать, и будем дожидаться 20 сентября, когда будет предъявлено окончательное обвинение, и дело уйдет в суд. Давненько мы не говорили о кадрах Хабирова. Последним нашим героем, про которого мы говорили подробно и детально, был Олег Владимирович Полставалов. Кстати говоря, он жутко обиделся на меня за этот выпуск. Ну да ладно. Так вот, мой интерес вызвала фундаментальная фигура в нынешней команде Хабирова, и говорю я о Константине Борисовиче Толкачеве. Масштаб этой личности, конечно, очень трудно охватить в одном выпуске, и потому сегодня мы только начнем разговор об этом выдающемся деятеле политического пространства Республики Башкортостан. И я полагаю, что по прошествии 20 лет, на протяжении которых Константин Борисович возглавлял наш парламент, уже достаточно есть оснований для того, чтобы дать оценку результатам его работы. Вы представляете, 20 лет, целое поколение уже выросло людей, которые родились и стали взрослыми, а все это время парламент Башкортостана возглавлял несменяемый и незаменимый Константин Борисович Толкачев. Так какие пользы, какие выгоды принес он народу Республики Башкортостан? Какой результат у него за эти 20 лет на этом высочайшем посту? Не зря ли мы тратили огромные деньги на содержание спикера парламента из года в год, возглавлявшего наше госсобрание Курултай Республики Башкортостан? Вокруг фигуры Толкачева много загадочного, много неизвестного, в том числе и мне. Пользуясь случаем, я прошу наших зрителей, у нас есть почта, телефон и прочие каналы связи, сообщить нам те интересные и важные факты истории из жизни спикера Республиканского парламента, которые, как вам кажется, достойны обсуждения в следующих выпусках, где мы обязательно будем разговаривать долго, подробно и детально о роли Толкачева в политической жизни Республики Башкортостан, о нужности и ненужности спикера. Парламента Республики Башкортостан и вообще о Константине Борисовиче, о его охоте, о его домах, о его детях. Это очень важно, мы должны знать всю историю своих бессменных руководителей. Где живут дети, где живет сам Толкачев, мы практически этого не знаем. Но в ближайшее время узнаем. Чтобы заранее снять недоумение, которое неизбежно возникнет от того, на чью фигуру я обратил свое внимание в качестве кадров Хабирова, я поясню. Константин Борисович Толкачев принимал непосредственное и очень такое яркое, важное участие в той кампании, которая была развернута в адрес ради Хабирова в 2008 году. Я имею в виду ту историю, когда Хабирова исключили из партии, изгнали из республики, когда Хабиров чуть ли не тайно покинул Башкирию, опасаясь уголовного преследования. Было возбуждено уголовное дело на Хабирова за какую-то там предполагаемую взятку в институте права и так далее. Так вот, Толкачев был центральной фигурой всей этой истории. И при этом Толкачев на данный момент остается единственным крупным игроком политического пространства республики Башкортостан из числа обидчиков ради Хабирова в 2008 году, которые занимают свой пост и которые продолжают участвовать в жизни республики. Честно говоря, именно это и вызывает у меня недоумение, и я решил разобраться, чем же так дорог Радио Фаридовичу Хабирову Толкачев, если он одного из важнейших своих обидчиков и людей, нанесших ему такие обиды, которые, конечно же, не прощаются, оставляет на своем посту и дает ему возможность руководить одним из крупных, одним из основополагающих политических инструментов республики Башкортостан – госсобранием Курултаем. Возвращаясь к предвыборной тематике, хотелось бы поговорить об одном вопросе. Всех мучает вопрос, спойлеры или не спойлеры вот эти семь кандидатов, которые идут на выборы вместе с Радио Фаридовичем Хабировым. И так, и эдак к этому вопросу подходят, спорят, ругаются, в суд друг на друга подают. На самом деле проверить, спойлер кандидата или не спойлер, можно очень простым способом, задав ему один единственный вопрос – готовы ли вы по-настоящему противостоять своим противникам на выборах? Что, кстати говоря, абсолютно естественно. Выборы – это конкуренция, и нужно использовать все рычаги воздействия на своих оппонентов, я имею в виду законные, легальные рычаги, чтобы добиваться лучшего результата, чем они. На прошедшей неделе мне удалось поучаствовать в пресс-конференции одного из кандидатов в главы Республики Башкортостан, Рафиса Кадырова, и задать ему вот этот тестовый вопрос – будете ли вы по-настоящему противостоять Радио Хабирову? Посмотрите, что из этого получилось, и вам судить, насколько кандидат искренне ответил на мой вопрос, насколько он действительно готов воевать с Хабировым. И, в принципе, этот вопрос можно задать каждому из семерых кандидатов, чтобы понять, кто они такие, насколько они подставные, фальшивые, насколько они спойлеры или не очень. 21 июня по всему городу Уфе, по республике появились плакаты господина Хабирова «Счастье работать дома». На них напечатано, что они отпечатаны из фонда кандидата в главы Республики Башкортостан господина Хабирова и так далее. Недавно вышел финансовый отчет, в котором упоминания о затратах на эти баннеры, которые достаточно дорогие и многочисленные, никаких нет. Ну, оценку этому должны дать правоохранительные органы и Центр сберком, безусловно. Но вопрос мой заключается вот в чем. Будете ли вы, планируете ли вы от себя, как от кандидата зарегистрированного, подавать вопросы, заявления в прокуратуру и в Центр сберком? Дело в том, что специфика вопроса такова, что граждане, например, не имеют право этот вопрос задавать Центр сберком, только зарегистрированные кандидаты, потому у вас есть такое эксклюзивное право. И вот будете вы это делать или не будете? Смотрите. Я вчера заявление написал прокурору республики. В понедельник это заявление, юридически правильно оформленное, будет отправлен президент страны, генеральный прокурор, Следственный комитет России, Министерство внутренних дел России, и я отправлю в Центр сберком. Вот первое заявление, которое я написал. Потому что люди совершили массовые преступления против избирателей и против избираемых, и против депутатов. Как они будут оправдываться, я не знаю. Это понятно, я правду. Я подхожу к тому. Но, но, вот эти вопросы требуют юридического правильного оформления. У меня пока нет юриста, который бы знал вот это все законодательства, современные избирательные процессы. У вас целая партия есть. Есть, но это должен быть гениальный юридический. Ничего подобного. Я вам сейчас дам простой совет. Все операции во время избирательных кампаний идут по предоплате. Без вариантов. Познания особых не надо. То есть, если что-то кандидат сделал, баннер повесил, напечатал листовку, одну газету, все что угодно, билет купил в трамвае, он это делает по предоплате. Без вариантов. У Хабирова в документах отчета о затратах нет. Значит, он не оплатил эти баннеры. Соответственно, вот вам повод снять его с выборов. В чистом виде. Смотрите. Я. Смотрите, подождите, дайте мне ответить. У меня вопрос простой. Вы будете это делать или нет? Я отвечу простой вопрос чуть-чуть правильно. По-моему. Значит так. Я постараюсь своего рода закрытый или открытый клуб создать. Семь кандидатов, которые сегодня так называемых оппозиционных. Я к теме, которые встречался, уже поговорил. Они согласны. При этом молодому парню там из Уфы, по-моему, парень. Барабаш, да? Барабаш, да. Я даже предложил Барабаша сделать председателем этого комитета семи оппозиционных кандидатов. Готов ему отдать какие-то деньги, кинуться какими-то деньгами со своих фондов, чтобы у нас были возможности коллективно какие-то документы создать. И я обещаю, вот перед экраном, любой документ, который будет подготовлен любым юристом правильно, в отношении этого хэ, я не буду его произносить. Я не хочу это ими произносить. У меня язык не поворачивается. Я не видел на земле более недостойного человека, который идет, руководит республикой. Если он придет, он уничтожит не только башкирский народ, но и всю республику. Вот. Любой документ, который будет юридически правильно оформлен, я подпишу как зарегистрированный кандидат. Судя по всему, рубрика «Дайте глупости шанс» никогда не оскудеет своим контентом. И на этой неделе в этой рубрике у нас город Сибай. Олеся Умерова опубликовала пост о том, что в Сибае детские площадки на тех самых башкирских двориках, вот этих знаменитых, наверное, надо все-таки переименовать. Это будут не просто башкирские дворики, а сибайские дворики. Потому что только в Сибае песочницы на детских площадках наполняют не песком и даже не гравием, а гранитной крошкой. Вот такие фотографии нам прислала Олеся Умерова, я их вам показываю. Но это, конечно, уже совсем за гранью разумного. Я не знаю, чем думает орденоносный мэр города Сибая, но детские песочницы в Сибае наполнены гранитной крошкой. Неделей ранее стало известно о том, что башкирский крупнейший производитель алкоголя Башспирт подал на меня в суд требованием компенсации репутационного ущерба для их компании. Иск находится в арбитражном суде. А на этой неделе, буквально вчера, стало известно о том, что мадам Гайсина подала на меня иск в суд первой инстанции Ленинского района города Уфы. Она посчитала, что наш сюжет от 13 июля оскорбил ее честь и достоинство, нанес ей ущерб аж целых 2 миллиона рублей. Я не буду обсуждать эту цифру, хотя точно знаю, что ей ее продиктовал некий Ростислав, хотя бы потому, что он обзванивал еще несколько человек в Уфе, предлагая сделать то же самое в отношении меня. И называл именно эту цифру. Я, честно сказать, с величайшим сочувствием отношусь к мадам Гайсиной в том смысле, что понимаю, насколько глубока степень ее падения во всей этой ситуации, в ее роли сейчас в Белом доме, в этих всех историях с дольщиками и так далее. Как принято сейчас говорить, человек окончательно испортил себе некролог, но это, как говорится, дело будущего. А сейчас, ну да, посмотрим, я еще не видел этого иска, наверное, в понедельник, во вторник я посмотрю, как он звучит и что там происходит. Будем встречаться с мадам Гайсиной в суде. Я очень благодарен тем людям, которые вчера до самой глубокой ночи мне звонили. Это и группы дольщиков, и тех, кого мы защищали, упоминали в своих репортажах. Люди предлагают самую разную помощь, от юридической до весьма неожиданной, экзотической. Там кто-то предложил выйти на митинг, кто-то там делать майки, я Андрей Патулицын по модели, я, мы, Иван Голунов. В общем, я действительно очень благодарен людям за поддержку. Я не ожидал, что она будет настолько массовой и многочисленной. Мы продолжаем собирать средства на юридическую помощь на адвокатов на нашем канале. Если у кого-то есть желание помочь нам деньгами, мы будем безумно благодарны и за это. Итак, вернемся к разговору об этом иске защите чести и достоинства мадам Гайсниной. Наверное, на следующей неделе, когда будет понятно, чего конкретно она хочет и на что конкретно она оскорбилась. А сейчас посмотрите вот тот кусочек из видео от 13 июля, который ей показался настолько сильно оскорбительным, что ущерб, по ее мнению, составил 2 миллиона. И сделайте сами выводы, насколько оскорбительны были мои высказания в ее адрес. Следующая в моем списке Зульфия Гайсина. Баллотируется она от партии «Яблоко». Честно говоря, я думал, что «Яблока» уже давно нет в Башкирии. И не только я так думаю. Это, как говорится, три сестры и дядя Ваня. И вот внезапно «Яблоко» набирает 454 подписи муниципального депутата. Напомню, что в прошлый раз, когда Зульфия Гайсина пыталась участвовать в выборах и представляла открытую Россию, она не смогла набрать даже 200 подписей простых граждан простым обходом по квартирам, то есть в простой форме. Не то, что муниципальных депутатов. Но природу происхождения ее подписи я объясню чуть позже. Я абсолютно уверен, и это мое субъективное суждение и мнение о том, что госпожа Гайсина – это стопроцентный спойлер. Это человек, который тоже призван занять свою нишу. Может быть, за нее проголосуют обманутые дольщики. Хотя, конечно, здесь очень большие сомнения. И, честно говоря, в последнее время то, что творится вокруг их организации, конечно, наверное, не прибавляет ей электоральной привлекательности. Но, в общем, это тоже спойлер.